Я пока буду сетапить, расскажу, собственно, летел к вам, думал, попаду из облачного Питера в солнечную Сибирь, как это не звучало бы странно, но попал в дождливый Сибирь. Но это не так плохо, это прекрасно, потому что я летел, думал, что это первая моя уникальная возможность рассказать не только глубокие знания по реактивщине, но сегодня первая моя возможность поделиться, грубо говоря, всеми знаниями по реактивщине, как и для начинающих, так и для экспертов, которые строят распределенные системы. Так. Если это подвинуть надо чуть-чуть. Да. Вот так вот. Собственно, добро пожаловать. Это, собственно, начало нашего ивента. И у меня небольшой вопрос, пока я все еще готовлюсь к запуску доклада. Как много из вас знакомы с реактивным программированием? Слышали что-то о слове реактив? Используют это сегодня в продакшене? Поднимите руку. Во, прекрасно, несколько людей. Как много хотят из вас выучить это? Надеюсь, все хотят, да? Не зря мы собрались. Соответственно, начнем мы с того, что познакомимся с состоянием реактивных стримов и, собственно, что мы имеем сегодня и что у нас будет завтра, если вкратце. Меня зовут Олег. Я работаю в компании Nutify. Собственно, это то место, где мы строим будущее. Мы строим open source вокруг реактивного программирования. И помимо того, что я работаю над, собственно, реактивным программированием и реактивными стримами, я еще в свое время так прилично контрибьюртил в проект Reactor и разобрался, как это все дело работает. Соответственно, если вдруг у вас есть какие-то проблемы с Project Reactor или с RxJAL 2, или вам непонятно, как это начать использовать, подходите, не стесняйтесь. Я с радостью всем, что знаю, поделюсь. И давайте приступим к тому, что же все-таки будет в первой части нашего сегодняшнего доклада. Начнем мы с того, что разберемся, зачем нам нужна вообще реактивщина и откуда это вообще возникло. То есть начнем с истории, зайдем сдалека, потом мы придем к тому, что мы имеем сегодня на разных языковых платформах и что же нас будет ждать в будущем. Хочу сказать, что на самом деле это такой дженерик доклад. То есть не предупредили ребята, мы начнем не с Java, далеко не с Java, мы начнем с абсолютно истории, с разных языковых, языковых платформ и подходов. И, конечно же, мы зацепим Java, не волнуйтесь, но будьте готовы, что вы увидите кусочки JavaScript, C Sharp и Java. Добро? Погнали? Подходит? Прекрасно. На самом деле начнем с того, что все реактивщина. Это в принципе о взаимодействии. Первое воспоминание о реактивном, как условие, первое воспоминание слова реактивный, было в 1985 году в whitepaper о разработке реактивных систем. Собственно, это такие системы, которые реагируют на все события непрерывно. То есть оно звучит в самом whitepaper как continuously. Это очень важно. Основной вопрос, которым нужно задаться, в чем отличие от нереактивных систем. Давайте представим вот этого гуся. То есть этому гусю дают много инпутов. Ему говорят, сделай то, сделай это, иди туда, не иди туда, иди сюда. И как бы нереактивный гусь или нереактивная система, она в принципе смотрит только на то, что ей надо. То есть гусю не дают еду, собственно, он игнорирует. Он не принимает все остальные инпуты, он не берет их во внимание. Соответственно, он говорит, ну ок, не буду я ничего делать. Еды нету, аутпута тоже нету. В отличие от этого, реактивная система или реактивный гусь будет реагировать на все входящие вент и будет изменять свое состояние от всего инпута. И соответственно, будет менять свой behavior и будет реагировать на все-все, что происходит во внешней среде. То есть это вот такое небольшое отступление о том, когда впервые возникло, собственно, или упоминалось слово reactive. И в принципе вы дальше увидите, как это вспоминается и используется в реактивном программировании, реактивных стримах. На самом деле начало реактивного программирования как такового началось с UI. Собственно, давайте поймем проблематику. Почему это возникло? Возникло потому, что для построения отзывчивого интерфейса нужны необходимые технологии. Что это значит? Давайте посмотрим на простенькую демку. У меня есть симуляция. Это симуляция. Вот эта симуляция, в которой все достаточно примитивно. Это тоже не то. Вот моя симуляция. Вам хорошо видно, что находится на экране? Можете прочитать. Нужно сделать больше срифта? Не нужно? Супер. Собственно, задача очень простая. У нас есть вот такой вот квадратик. И, собственно, начало развития UI началось в 90-х годах. Это была борьба между Macintosh и Windows. И тогда они начали разрабатывать отзывчивые UI для пользователей. То есть, они хотели продавать какой-то продукт пользователям, которые могли бы установить что-то дома и перетягивать вот эти иконки и кликать на них. Это была основная задача двух этих корпораций на тот момент времени. И, собственно, то, что они хотели сделать, это дать возможность пользователю перетануть объект из А в Б. Соответственно, подходы, которые на тот момент использовались, это был обычный императивный код и обычный императивный подход. Соответственно, при задаче, например, собрать какие-то ивенты с пользовательского интерфейса, это перетягивание мыши, нажатие кнопок, то есть какой-то пользовательский input, нам приходилось бы использовать какую-то структуру данных как Q. И, соответственно, самый простой вариант, как можно было бы все эти ивенты обрабатывать, это периодически пулить. То есть, давай-ка я проверю, не пришло ли мне что-то в мою Q. Если что-то пришло, я выполню определенные действия. То есть, проверю ли это mouse down, если это mouse down, то выполню действия на mouse down. Если это mouse move, то выполню что-то на mouse move. Если это mouse up, то я что-то закончу. То есть, простая логика с самым простейшим решением. Естественно, для простоты давайте проверять это с какой-то периодичностью. И что из этого получилось? А получилось из этого примерно следующее. Получился абсолютно не user-friendly и абсолютно негладкий UI, который навряд ли кому-то подошел. Соответственно, у нас основная проблема, понятное дело, да, хочу сказать, что в принципе можно было бы установить частоту проверки или перепроверки данной структуры данных, делать более frequently проверку, но тем не менее мы пожертвовали, грубо говоря, нашим CPU и использовали ресурсы абсолютно неэффективно. То есть, у нас есть баланс частота versus ресурсы. Мы не будем с принципа смотреть, так как это понятно, что CPU будет сжигаться неимоверно. Пойдем, вернемся к нашим слайдам и, собственно, поймем, перейдем к решению. На самом деле решение пришло в 1992 году. Microsoft в своем Windows API, точнее не Windows API, а опубликовал в PCMag'е в 1992 году, что они добавили новый API в Windows. Они добавили новый programming experience, который заключался в том, что они сделали новый event-driven API. На самом деле не уверен, что видно. Вот слово event-driven. И все, что они сделали, это дали возможность устанавливать callback. Все знакомы с понятием callback или event handler? Прекрасно. Большинство из вас слышали данное слово. На самом деле в коде все это выглядит примерно следующим образом. То есть у нас каждый объект в системе имеет возможность установить слушатель. И дальше за то, как этот event будет перехвачен, уже отвечает сама система или hardware даже, и мы в это не лезем. Все, что нам нужно сделать, это установить callback или функцию, которая будет вызываться на определенное действие или на входящий event. Соответственно, с точки зрения программирования мы используем функции и передаем эти функции в определенные объекты. На самом деле позже это понятие получило название pattern observer. И все, что у нас есть, это observable источник ивентов и observer, который слушает данные ивенты. Все достаточно просто. Как изменился наш UI в зависимости от этого? Изменился он в прекрасную сторону, так как наш квадратик стал круто очень двигать. И все ивенты, которые приходили, обрабатывались моментально. Соответственно, перерисовка UI происходила моментально. Соответственно, мы пошли в будущее и начали двигаться в правильную сторону. С точки зрения программирования, все, что нам необходимо было сделать, это написать вот такой вот код и, казалось бы, огонь. Что нам еще нужно для построения крутого UI? Все, казалось бы, круто, но не совсем. Основная проблема в том, что есть развитие, есть конкуренция и есть построение какого-то крутого UI. И то, что начали делать компании и, собственно, корпорации, они начали пытаться делать более сложные анимации, более красивые переходы окон, всякие анимации, движения, открытия, закрытия, картинок и прочее и тому подобное. Стали строить все более и более сложную обработку ивента. Соответственно, весь код начал покрываться граблями, костылями и прочим-прочим. И в итоге он стал вот примерно вот таким вот. Ну, вы сами понимаете. Даже не буду называть, чем он стал. Понятное дело, что и этому. Как бы основная проблематика у нас, если подытожить, возникла необходимость построения сложной обработки. Интерфейсы стали с нетривиальной анимацией. И код стал, понятно, каким. Понятное дело, что решение тоже появилось. И появилось оно уже аж в 1997 году, но, несмотря ни на что, оно появилось все в том же Майкрософте. Конал Эллиот, один из разработчиков и ведущих инженеров в график-группе в Майкрософт, написал статью и white paper, собственно, придумал подход, который получил название Functional Reactive Animation. Собственно, основная идея данного подхода заключалась в том, что он предложил стандартизированные структуры данных и определенный DSL или язык для обработки и построения сложных анимаций или реакции на сложные ивенты. Собственно, все, что он вел приблизительно, это вот такие вот мэпы, фильтры, мувы и прочие операторы или функциональные выражения, которые позволили строить обработку намного проще, намного элегантнее. Соответственно, для построения сложной вот такой вот гусеницы нам было достаточно описать вот такой вот небольшой кусочек кода, что, в принципе, упростил жизнь разработчиков на тот момент времени. Итог. Давайте подытожим вот такой вот небольшой кусочек истории в 10 лет, даже больше в 20 лет. И, скажем, в принципе, паттерн-наблюдатель как подход стал основой для построения отзывчивого UI. Со временем Functional Reactive Animation как подход для обработки и построения, грубо говоря, обработки ивентов стал языковой парадигмой, которая упростила жизнь многим разработчикам. Казалось бы, все круто, но на дворе стоял 20 век или начало 20, точнее 21 века. И на тот момент времени все немного начало меняться. А что же начало происходить? Кто знает, что было в начале 2000-х годов. Мы перешли от приложений, которые находились на одной машине или внутри одного hardware. Каким приложением? Правильно. В 2000-х годах, собственно, у нас уже достаточно хорошо развился нетворк или работа по сети. Соответственно, приложения стали быть распределенными. А проблематика, собственно, этого времени заключалась в том, что для построения эффективного приложения уже нужны новые подходы. Соответственно, вот те подходы, которые у нас были раньше, а подходы, с которыми разрабатывались приложения UI, это с ассумшеном, что все находится внутри одной машины. То есть мы делаем реакцию на какой-то ивент и знаем, что у нас переменная B находится в памяти. Или при вызове функции, функция отработает моментально, потому что делался ассумшен, что интерпроцесс-коммуникация происходит моментально. Соответственно, все происходило и моментально до определенного момента времени. То есть давайте перейдем к следующей симуляции и посмотрим, что же у нас было. На самом деле делался ассумшен, сейчас один момент, я проверю свои константы. Да, делался ассумшен, что у нас нетворка нету, latency нулевое. Соответственно, да, еще несколько моментов для того, чтобы это все дело заработало. И еще один момент. Вот это, да. Видно, что находится на экране. Собственно, коммуникация и при попытке обработать какой-то набор ивентов у нас предполагалось, что вызов функции, а функция у нас вот справа находится, происходит моментально и результат приходит тоже моментально. Соответственно, обработка такого количества ивентов занимала небольшое количество времени и никто на это не обращал внимания. Не обращал внимания до тех пор, пока, собственно, у нас не появилась сетевая задержка. Давайте еще кое-что поменяем. И сетевая задержка изменила картину просто кардинально. Почему изменила она картину кардинально? Потому что теперь нам нужно было ждать, пока наш реквест уйдет в определенное место и вернется. Соответственно, та обработка, которая проходила за считанные миллисекунды, теперь занимала просто огромное количество времени. Даже если я ускорю это все действие в три раза, нам придется подождать минуты две, как минимум. Потому что это, понятное дело, ходки по сети. Естественно, на решение таких проблем, точнее решение пришло практически моментально. И то, что самое простое можно было сделать, это взять и сказать, окей, если у нас данные находятся на другой машине, давайте просто перенесем эти данные сюда поближе, не будем ходить на соседнюю машину. Логично? Логично. Самое простое решение, которое может сделать любой инженер. Собственно, так было и сделано. Получаем данные, генерируем, забираем и обрабатываем очень-очень быстро, локально. Соответственно, берем уже из локальной памяти, что в принципе моментально. Да, но есть несколько нюансов. Первый нюанс – это то, что сеть и пропускная способность сети не ограничена. Понятное дело, что это в некоторых случаях могут быть сотни мегабайтов на секунду, да, гигабайтов или гигабит на сегодняшний день. А то и бывают терабитные системы и достаточно высокопропускные системы. Но давайте, допустим, сделаем assumption, что на 2000 год все-таки пропускная способность сети не была такой большой. И поставим какой-то определенный лимит. Ну, к примеру, в 25 элементов. То есть скажем, что пропускная способность сети – это 25 элементов. Как поменяется картина от этого? Понятное дело, что мы сгенерим все. Давайте еще раз перезапустим. Понятное дело, что мы сгенерим все. Но для того, чтобы отправить это все по сети, нам его нужно флашить несколько раз. То есть взять один пакет, записать сначала все часть данных, отправить их по сети. Так как это часть данных, это не полный пакет, и он может быть абсолютно побит. Мы не можем начать его моментально обрабатывать. Соответственно, мы должны подождать следующий пакет. И как только мы все соберем, мы можем уже начать обрабатывать всю информацию локально. Соответственно, время или задержка от отправки запроса до получения всего пакета или всей информации увеличивала, грубо говоря, ответ. То есть latency увеличивался как результат обработки. Понятное дело, у нас есть и второй лимит. Наши приложения не безграничны. Наши ресурсы компьютерные тоже не безграничны. Все имеет свой лимит. И один из приметов лимита – это память. Компьютерная память. Соответственно, забить всю компьютерную память на тот момент было достаточно легко. Можно вспомнить Билла Гейтса 256, чего-то там, мегабайт, килобайт хватит для абсолютно всех компьютеров. Соответственно, если мы попытаемся выгрузить, конечно, 10 мегабайт данных, то никаких проблем не будет. Но если данные начнут расти, собственно, что и стало происходить в сотни мегабайт, в тысячи мегабайт, гигабайт и сотни гигабайт, соответственно, весь массив данных с одного раза не получилось бы загрузить. Поэтому что произошло? Понятное дело, как только у нас приложение получает слишком много информации, у нас в любом Java приложении происходит out of memory. Правильно? У нас кончается память и приложение кражется. Соответственно, как решение данной проблемы, возникло новое решение, которое получило название batching. Все слышали про batching или обработку batching? Собственно, идея обработки batching заключается в том, что мы будем брать на свою машину только столько, сколько мы, в принципе, можем вместить. Ну, к примеру, 20 элементов, 30 элементов. Или у нас, так как у нас лимит по памяти 23 элемента, мы будем брать ровно 23 элемента и обрабатывать их локально. Соответственно, начали обрабатывать. Отправляемся за следующим batching, обрабатываем. И, как видим, еще больше времени занимает такая обработка. Хочу обратить ваше внимание, что, в принципе, у нас стоит 20 элементов. Задача обработать 20 элементов. Но фильтрация данных элементов абсолютно рандомна, то есть 50%. На самом деле мы можем получить 20 элементов за один batch, точнее за две ходки. А на самом деле этих ходок может быть три. Соответственно, время обработки всего пакета может значительно увеличиться. Проблематика понятна, да? Соответственно, давайте возвращаться к слайдам и сделаем небольшой итог того, что мы увидели. Понятное дело, что ходки по одному стали с появлением сетей абсолютно неэффективными. Пропускная способность сетей недостаточно высокая. На тот момент была ресурс, компьютеры ограничены. И подходы, которые, собственно, pull-подходы или pull-way, стал не совсем подходящий для построения эффективных распределенных систем. На самом деле, где-то в глубинках Microsoft, Эрик Мэйер со своей командой начал задумываться над этой проблемой. И, собственно, то, что они со временем придумали, к чему они пришли, это переход, нужно сделать переход от pull-модели к push-модели. Собственно, в чем разница и в чем идейность? Вместо того, чтобы каждый раз тратить время на поход и запрос данных, давайте скажем, что мы готовы просто получать информацию, как только она будет появляться, например, из источника этой информации. Будь то база данных или любой другой источник информации, который генерируется динамически. То есть там что-то ищется, а мы уже начинаем получать эти результаты. Давайте посмотрим, как картина поменялась с изменением данного подхода на push-подход. На самом деле, этот подход можно назвать стримом или стриминг-подходом, так как наш источник данных просто синхронно пушит все элементы по одному. Соответственно, оно выглядит как стрим. И картина, соответственно, тоже поменялась кардинально. Давайте я немного уменьшу скорость воспроизведения, чтобы стало понятно, как оно, собственно, работает. И это было прозрачно. То есть отправляется наш запрос, и наш источник данных асинхронно-синхронно по одному начинает по мере поступления выпушивать эту информацию. В чем бенефит? Нам не нужно вписываться в размер сети. Ну почему не нужно? Потому что, допустим, скорость поиска элементов может быть не такой высокой. То есть, например, генерация 25 элементов занимает n времени, и 25 элементов – это приблизительно столько, сколько отправка одного элемента по сети. Соответственно, вмещение всего стрима в сеть у нас практически гарантировано, и у нас нет вот этого боттлнека по сети. С другой стороны, скорость обработки этих всех элементов тоже достаточно высока, потому когда приходит первый элемент, мы практически моментально его обрабатываем асинхронно, потому что скорость генерации либо чуть-чуть выше, либо приблизительно такая же, как скорость обработки. Соответственно, все элементы у нас не держатся в памяти, и мы можем эффективно получать большой кусок данных и его онгоинко обрабатывать. Соответственно, это занимает в разы меньше времени, так как у нас нет дополнительных ходок, и как можно заметить из временного промежутка, 4 секунды для того, чтобы обработать 20 элементов, что в принципе достаточно круто, и говорит, что это прогрессивный подход. Окей, передвигаемся, возвращаемся дальше, и казалось бы, все круто, но есть один нюанс. Нюанс заключается, грубо говоря, картина та же, что и было в 90-х годах, а развитие технологии, развитие подходов, собственно, использование паттерн-обзервера в построении сложных пайплайнов и в построении сложной обработки данных приводил к той же проблеме, нечитаемости кода. Соответственно, нужно было решать как-то проблему. То есть, какая проблематика? У нас появилось два разных паттерна. У нас появился паттерн-обзервер, который был еще из 90-х годов и позволял нам обрабатывать бесконечный стрим данных. Ну, понятное дело, почему бесконечный, потому что пока приложение работает, пока пользователь кликает, у нас идет бесконечный поток ивента. И этому потоку ивентов нет конца. Собственно, в этом и заключалась проблема, когда мы начали переходить к скончаемому потоку данных. То есть, например, мы там реквестили, точнее не реквестили, хотели получить 100 тысяч элементов из базы данных, но понять, где конец в паттерне-обзервере было невозможно. Плюс нельзя было сказать, а как отписаться. Ну, получили мы своих 20 элементов, но если в базе данных 100 тысяч элементов, нам нужно как-то сказать, все, стопе, не шли. Нам хватит 20 этих, и больше не нужно тратить ресурсы базы данных на то, чтобы генерировать или искать новые элементы по определенному запросу. С другой стороны, данный подход, в принципе, он похож чем-то на паттерн-итератор, правильно? Потому что у нас есть скончаемая коллекция данных, и что круто в паттерне-итератор. Ясно, где конец. То есть, мы можем вот этим, грубо говоря, если возвращаемся к Java, у нас есть флажочек hasNext, поэтому hasNext мы можем понять, а где же конец, если еще элементы или уже больше нет. И, соответственно, есть возможность всегда закрыть итератор. Понятное дело, это нестандартная имплементация, но если возьмем какую-то базу данных, у нас есть возможность закрыть курсор. С другой стороны, это синхронный пулинг. То есть, у нас нет вот этого асинхронной пуш-модели в итераторе, и каждый раз, когда мы говорим Next, 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 мы банально просто пулем данные. Соответственно, что пришло в голову? Пришло в голову создать реактивные экстеншены, которые заключались в чем? А в том, что нужно объединить просто два этих паттерна. Объединить обсервер с паттерном итератор, что в результате даст нам реактивные экстеншены или Rx, на тот момент Rx.net. Соответственно, идейность данного подхода заключалась в том, что у нас появилось несколько новых интерфейсов, таких как Observable, что, в принципе, давало нам возможность подписаться этой источниками наш данных, как и раньше был, Observable. У нас появился Observer, у которого появилось три наглядных прозрачных метода, которые позволяли реагировать на, грубо говоря, в пуш-формате или в пуш-модели, на входящие элементы, на окончание стрима или на ошибку. То есть, вот эти два onError или onComplete, это два взаимоисключающих метода, которые говорят, что все, больше данных не будет. И у нас появилась подписка, при помощи которой мы всегда могли эффективно и асинхронно сказать, что все, мы не хотим больше данных, cancel и отписаться от нашего источника данных. Соответственно, все, что мы получили, мы получили асинхронную пуш-модель, мы получили явный конец данных в нашем стриме и понятно, как отписаться. Это те бенефиты, которые мы получили из этого подхода. Но, помимо этого, мы получили еще классный DSL. На самом деле, примером классного DSL являются все вот эти анимации, все вот эти симуляции, которые я делал. Я не представляю, как их написать в императивном подходе или при помощи Pattern Observer. Но, если мы посмотрим на то, как классно при помощи RxJS, например, в данном случае я делаю симуляцию при помощи RxJS, написать весь флоу обработки, то это будет абсолютно прозрачный код, в котором я первым делом отправляю request-анимацию. Дальше я, собственно, это немного сложно, я запускаю анимацию того, что база данных мигает и что-то генерирует. Но, с другой стороны, дальше пайп обработки. Я там flatmap делаю для того, чтобы понять, указать, что у меня элемент деливерится по сети. При этом я легко могу ограничить количество конкурентных или параллельных элементов в своем flatmap при помощи определенного числа или concurrent значения. То есть все это параметризируется. Ну и дальше построить обработку. На самом деле, да, код немного сложный, но будь он императивным или просто заимплеменченным при помощи pattern observable или observer, у нас был бы код еще страшнее. А так он вмещается хотя бы на одну страничку или в 50 строк. Соответственно, в этом заключался benefit. Benefit заключался в языке обработки стримов. Соответственно, данный подход стал достаточно популярным, и он начал распространяться на множество других языков. Например, мы получили это в JavaScript, мы получили это в Java. В Java это просто суперпопулярный подход стал, так как компания Netflix затянула это в свою инфраструктуру, и основная задача у них была как раз сделать эффективную передачу вентов в своем кластере. А на тот момент, когда это, собственно, начало развиваться, это был в 2009 году, Эрик Мейер публично сделал, грубо говоря, сделал публикацию Rx.NET в мире C-Sharp, и через два года, собственно, появилась Rx.Java в 2011 году, и Netflix стал активно использовать это у себя для экономии трафика и эффективной передачи данных. Ну и, естественно, это начало, экспансия реактивных экстеншенов пошла и на другие платформы, и мы сегодня можем увидеть практически Rx, Python или whatever в любой языковой платформе. Собственно, в этом и заключался основной benefit данного подхода. Если вкратце, Rx-подход решил большинство проблем на тот момент, а, собственно, это эффективная передача информации, и построение сложных асинхронных флоуов или, грубо говоря, обработки данных стало достаточно простой. То есть мы начали использовать, грубо говоря, те же подходы из 90-х, но применили их на проблемы двухтысячных. Окей, все круто, но снова не совсем. В очередной раз мы видим, встречаемся с какими-то проблемами. Чтобы понять, какую проблему мы на текущий момент можем получить и, собственно, с чем начали люди сталкиваться немного позже, надо посмотреть на следующую эмуляцию. Собственно, на текущий момент и в текущий момент, на текущем этапе мы рассматривали достаточно простой кейс. У нас был достаточно быстрый продюсер и достаточно быстрый консюмер. Правильно? Наша база данных искала элемент со скоростью 30 миллисекунд. Естественно, давайте посмотрим, собственно, на константы. Наш консюмер обрабатывал эту информацию приблизительно с такой же скоростью. Видим, что look-up time 60 миллисекунд, а processing time 30 миллисекунд. То есть это простой, самый очевидный кейс. У нас есть относительно быстрый продюсер и относительно быстрый или вдвойне быстрее консюмер. То есть паттерн простой, но на самом деле системы не все такие прямолинейные. И во многих кейсах наш processing time или наш консюмер может быть медленнее в несколько раз. Например, в пять раз медленнее, чем наш продюсер. Соответственно, вопрос, а что случится с нашей системой? Есть? Правильно. Давайте посмотрим. На самом деле ответ очень простой. У нас просто забьется память, потому что наш продюсер будет стримить, 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 но консюмер, собственно, не знает, как ему сказать, что у него уже память окончается. В этом-то и возникла и заключалась основная проблема реактивных экстеншенов. Помимо этого, другая проблема реактивных экстеншенов заключалась в том, что это не был стандартизированный подход, и каждая имплементация на разных языковых платформах делалась абсолютно по-разному, и, грубо говоря, не было никакой связи между имплементациями. Когда ты использовал, например, что-то в JavaScript, не было никаких гарантий, что в Java оно будет работать точно так же, особенно с многопоточкой. Соответственно, у нас возник ряд других проблем, который заключался в том, что языковой подход разнился на разных языковых платформах, и проблема медленного подписчика и быстрого производителя вывелось в том, что наши системы, распределенные системы, стали просто валиться бесконтрольно. Естественно, выход нашелся. Выход заключался в том, что несколько корпораций, которые занимались на тот момент разработкой реактивных библиотек, реактивных стримов, а это был Netflix, это был Lightband, или TypeSafe, это был Microsoft, это был Twitter, и, наверное, еще несколько больших таких корпораций, которые парились о том, чтобы использовать эффективные ресурсы, решили создать стандарт, и решили, собственно, заключить и решить те проблемы, которые у них возникли с Reactive Extension в этом стандарте. Что они сделали? В чем суть данного стандарта? И, собственно, в чем суть Reactive Stream спецификации, которую они написали? Они решили пойти немного дальше. Они решили скомбинировать, сделать немного гибридную модель реактивных экстеншенов. То есть они решили взять вот эту push-модель и совместить ее с pull-моделью. Ну, что это значит? Соответственно, что это значит? Что мы начинаем пушить только тогда, когда к нам пришел batch request или request на определенное количество элементов. Соответственно, как изменилась модель передачи данных? Мы стали просить дай нам 100 элементов. Соответственно, наш продюсер начинал стримить или пушить ровно 100 элементов. Соответственно, мы могли контролировать весь поток данных асинхронно. Что еще они добавили? Они добавили 4 стандарта интерфейса. Я покажу тут 3 из них. Первый интерфейс это Publisher, собственно, который работал точно так же, как и Observable. Они добавили также Subscriber, в котором появился один дополнительный метод OnSubscribe. Собственно, OnSubscribe передавал третий интерфейс это Subscription. То есть, теперь у нас есть явный контракт, явное взаимодействие между Publisher и Subscriber в виде подписки, которая получила дополнительный метод Request. Собственно, при помощи Request у нас и появлялась возможность сказать, а какой размер батча нам нужно застримить. С этим все понятно, как они решили проблему, да? Очевидно. Собственно, какие выгоды мы из этого получили? Получили все ту же Push-модель, получили вдобавок гибридную Pool-модель, потому что мы теперь могли пулить определенное количество данных асинхронно. Ну и получили стандартный набор интерфейсов, который явно описывается в документе, который называется спецификацией. То есть, там есть набор гарантий, в которые мы сейчас углубляться не будем. Давайте посмотрим, как же это изменило ситуацию и работу всего вот этого асинхронного реактивного мира. Переходим к следующей демке, которая называется Reactive Streams. И по факту все, что у нас появляется, это дополнительный пул взаимодействия. Давайте сделаем скорость немного меньше. То есть, мы вот отправили первый реквест. Допустим, данный реквест равняется собственно нашему запасу памяти, это 23 элемента. И нам начинает приходить асинхронно стрим данных. То есть, подход точно такой же. понятное дело, что у нас скорость обработки все так же медлена. Соответственно, наш консюмер медленно обрабатывает данные. Соответственно, пока он все это делает, наш продюсер стоит без дела. То есть, он может обрабатывать другие реквесты, делать что ему угодно, или вообще просто потушиться как клауд-функция и, соответственно, не тратить денег ни ресурсов. Пока у нас происходит обработка, мы знаем, с каким промежутком времени это происходит. То есть, мы медленно это колбасим, колбасим, и видим, что мы, в принципе, подходим к концу стрима, мы можем сделать асинхронно до реквест. То есть, сказать, окей, мы зареквестили 23 элемента, давай-ка нам еще, не знаю, 15, потому что мы уже 15 обработали, и нам асинхронно наш продюсер достримит еще 15. И при этом у нас наш консюмер будет постоянно эффективно занят обработкой. При этом та же картина будет настолько же эффективной, как и в обычном консюмер будет достаточно быстрым. То есть, возвращаем наше поведение в немного медленного продюсера и в быстрого консюмера, и видим, что в принципе наше время обработки не будет меняться. То есть, наши асинхронные квари будут быстренько-быстренько бежать, и наш продюсер будет достаточно эффективно стримить нам данные практически без задержек. Укладываемся в 7 миллисекунд. Немного больше, чем в обычном стриминге, но тем не менее меньше, чем при батчинге или при реквестол. Имеет смысл? Имеет смысл. Окей. Двигаемся дальше и давайте посмотрим, собственно, во что это вылилось в наши дни. А в наши дни, собственно, то, что вы сегодня можете использовать, это реактивные стримы в C-Sharp, вы можете использовать реактивные стримы в JavaScript или в Java. Из тех библиотек, которые мы имеем на текущий момент, которые именно написаны по спецификации, это Reactive4.net, Project Reactor, всеми хорошо известный, RxJava 2, у нее есть поддержка ReactiveStreams и AccoStreams, это, собственно, Lightband, который начал всю эту карусель по разработке спецификации именно из AccoStreams, чтобы не придумывать нового велосипеда, стриминга. помимо этого, данная спецификация стала настолько крутой, что она вошла в стандартную библиотеку JDK 9, и, соответственно, вот JAB 256 говорит, что у нас есть теперь в нашем наборе библиотек, давайте перейдем в данный JAB, он говорит, что в данном, что на текущий момент мы имеем определенный package flow в нашей Java, в котором есть все тот же subscriber, все тот же subscription, и, собственно, все то, что было в ReactiveStreams. То, что, собственно, что сделал Doug Lee, он взял, скопировал вот эту open source библиотеку ReactiveStreams спецификацию и импортировал ее в JDK. Соответственно, получил набор стандартов. То есть, если мы посмотрим, перейдем вот сейчас на сайтец, мы увидим, что есть в Java 9 package concurrent flow, который предоставляет доступ, собственно, ко всем вот этим интерфейсам и спецификациям. В этом и заключалась основная крутизна данного подхода, что он стал настолько стабильным, настолько эффективным и многообещающим, что его перенесли в стандартную библиотеку Java. Окей. Двигаемся дальше. И давайте сделаем небольшой итог того, что мы с вами узнали. В первую очередь, ReactiveStreams, спецификация стандарта для всех реактивных библиотек на большинстве платформ. Понятное дело, что сам стандарт был разработан, финально разработан, то есть, та версия, которую используют на текущий момент большинство из библиотек. Закончен был в 2015 году. И вот с 2015 года началась, собственно, адаптация или адопшен данного подхода на множестве языковых платформ. Помимо этого, данный подход является комбинацией push и pull модели, что, в принципе, улучшает стабильность систем. То есть, позволяет системам быть стабильными, быть отзывчивыми. И, собственно, теми системами, которые упоминались еще в 1985 году on the development of reactive systems. Потому что до этого момента наши системы, в принципе, они были такие прямолинейные, input и output. То есть, трансформационные системы. У нас шел input, на который мы пушили данные. Теперь у нас увеличилось количество тех моментов, на которые хотели бы мы среагировать. То есть, изменить наше поведение в зависимости от дополнительного input. А это input нашего подписчика, который мог сказать, я хочу больше, появился input или возможность отписаться и так далее и тому подобное. Соответственно, реактивные стримы все больше и больше начали напоминать реактивную систему. Да? Прекрасно. Но, все круто, но жизнь боль. Давайте поймем, собственно, в чем заключалась жизнь боль на текущем этапе. Проблематика заключалась в том, что все, казалось бы, хорошо, но программисты, когда становится сложно, я ничего не хочу решать. Как девочка. Собственно, в чем заключалась проблема? Reactive Extensions на самом деле были просты. Они были просты, пока ты пишешь простой мап, пока ты говоришь take 3, пока ты делаешь простые флетмапы, но как только флетмап заворачивается в другой флетмап, а потом еще в другой флетмап, то плавно появляются два выстрела в ногу и жизнь остается абсолютно не сладкой. И ты хочешь спрятаться в ракушку и ничего не делать. Естественно, все разработчики языковых платформ, собственно, дотнетовской, джавашной и джаваскриптовой начали это понимать. И то, что они решили сделать, они решили упростить жизнь, то есть сделать асинхронную обработку ивентов, встроенную в императивную платформу, языковой подход. Что это значит, собственно, и насколько это было фатальным. На самом деле, вот еще в 2010 году, это только начало развития реактивных стримов, один из пользователей задал простой вопрос. Умрет ли Observable или Rx4.NET с появлением асинка в C-шарпе? Естественно, как бы официальный ответ от официального разработчика из Microsoft заключался в том, что он сказал, да нет, все будет хорошо. Да, но мы уже работаем над заменой этого подхода в виде iAsyncEnumerable. То есть, вот тут можно увидеть, что я подсветил, как бы нет, оно не умрет, но уже есть новый, есть, грубо говоря, продуктозаменитель данного подхода. Собственно, в чем заключался данный продуктозаменитель? Собственно, он заключался в том, что при помощи iAsyncEnumerable можно было сделать асинхронный стриминг. То есть, давайте посмотрим на пример кода. Возьмем вот такой пример кода, который выглядит полностью императивно. Что мы тут можем увидеть? Мы видим, что мы открываем асинхронный инумератор, или император, назовем его так, для простоты. Дальше мы используем императивный подход, то есть, самую обычную императивную парадигму для обработки стрима. но суть заключается в том, что мы используем ключевое слово await, которое позволяет нам отложить обработку и перейти к обработке других моментов. То есть, так называемая отложенная обработка, которая в коде выглядит достаточно прямолинейной, но на уровне имплементации языка есть стоит машина, которая позволяет это все разрулить. И дальше, что еще круче всего? Казалось бы, это обычный пулинг. То есть, мы сказали, окей, давайте дождемся, пока придет ивент, но на самом деле это мы можем сделать пул в виде батча, а то и в виде асинхронного батча. И как только придет нам первый ивент, мы можем начать обрабатывать эти ивенты, и эти ивенты могут асинхронно приходить, переходить, переходить в нашу кьюшку, и мы вместо того, чтобы каждый раз вызывать, дергать стоит машина, мы можем просто брать и говорить, а есть еще? О, есть, пришел элемент, давайте его без дополнительных кругодвижений и приседаний сразу обработываем и будем это делать до тех пор, пока есть элементы в этой структуре данных или в нашем итераторе. Если их нет, ну, подождем опять. Соответственно, как мы можем заметить, это прям прекрасный, императивный способ обрабатывать вот эти асинхронные стримы без реактивных экстеншенов. Да? Хорошо. На самом деле это все дело стало популярным и на сегодняшний день в GVM мы имеем Kotlin, который делает все то же самое. Даже если посмотреть на развитие Kotlin, то можно увидеть, что в принципе недавно Элизаров делает вид о том, что он разработал новый реактив стрим-заменитель под названием Flow, который упрощает обработку всего этого дела и, собственно, построен на вот этих асинг-суспенд ключевых словах. в JavaScript мы в принципе имеем то же самое, тут же стоит машина, ну и все Sharpie уже подавно имеем этот асинк-авейт. Но самое интересное и, возможно, печальное для всех фанатов реактивного подхода, точно такая же штука скоро появится и в Java. Наверняка большинство из вас уже слышало о Project Lumi, о Fiber, о Continuation и, собственно, Tailcall этой всей мутотени, которая появится, которая привносит, собственно, все тот же асинк-авейт в мир Java. Соответственно, возникает вопрос, а что же нас ждет вот всех любителей реактивного подхода? Что же мы получим? Выживут ли реактивные стримы после вот такого вот внедрения в Java и в JVM? Так как, в принципе, JVM это была основная платформа, которая страдала от отсутствия неблокирующей синхронной обработки. Соответственно, втянули из-за этого реактивные экстеншены туда и все вот эти подходы и начали использовать во многое-многое, грубо говоря, время. Выживут ли они теперь, когда у нас появится файбер? Для того, чтобы получить ответ, нам нужно смотреть в будущее и посмотреть, а куда же еще движутся наши технологии. И один из направлений, в которые мы движемся, это проект Grail. Кто-то слышал про Grail VM? Да, один из бенефитов Grail VM заключается в том, что у нас появляется заменитель C2, это, грубо говоря, Just-in-Time компилятора, на другой компилятор, который делает более агрессивные оптимизации. Но второй момент, который активно пушит Oracle, это мультиязычная платформа. Это вот Truffle, Truffle Project, идея которого заключается, что на нашей любимой JVM мы можем запускать другие языки. То есть, это такой способ эксплуатировать нашу Java-машину в других языках, которые абсолютно не имеют подобного подхода. Соответственно, в чем тут суть? Суть заключается в том, что мы теперь можем взять JavaScript, дать JavaScript-овый код и совместить его в легкую с Java-кодом, к примеру. Соответственно, остается вопрос, как это все дело скомбинировать. И остается вопрос, будут ли точно так же работать async-авейты в JavaScript, как и в Java. Понятное дело, что и там, и там есть спецификация, но как это будет все совмещено? Какие гарантии нам даст async-авейт в JVM или в C-Sharp, который по каким-то причинам будет запущен на JVM? Или в Ruby on Rails, если у них там есть async-авейт, как он будет работать? Какие гарантии? То есть, синхронизация и прочие-прочие вещи. Какие гарантии мы получим при взаимодействии двух этих платформ? А это абсолютно непонятно. Потому что стандарты абсолютно не связаны, они сделаны под собственные платформы, собственные стоит машина и как это должно взаимодействовать неявно. С другой стороны, у нас есть другой стандарт, да, Reactive Stream спецификация, который есть документом, который описывает абсолютно любое поведение. А стандарт есть стандарт, будь то в США или будь то Европа, везде котируется один и тот же стандарт. И собственно, как уже многие Java-разработчики знают, вся эта сила заключается в спецификации. В этом вся идейность GVM. Соответственно, что это значит? Если мы посмотрим, возьмем и откроем все ту же Reactive Stream спецификацию, которую мы видели тут, мы видим, что это огромный такой внушающий документ, который описывает терминологию, говорит, что такое сигнал, говорит, что такое, например, синхронность, что такое синхронность, что такое Serial, что такое ThreatSafe, какие должны быть гарантии при вызове метода onNext или при вызове метода Request, как они должны между собой пересекаться. Все это описано в данном стандарте и гарантирует, что тот же стрим будет работать точно так же с теми же гарантиями, что и в Java. То есть, дает нам, грубо говоря, стандарт взаимодействия будь то JVM, Java, Python, любая другая платформа. Соответственно, давайте посмотрим на дамку. А дамка следующая. Я сделаю достаточно простой пример. Я возьму JavaScript и попытаюсь к нему, грубо говоря, это JavaScript запустить в JVM и получить доступ к Java сервису. Допустим, основная задача, с которой могут столкнуться нот-разработчики или JavaScript скрипти zero или как их можно назвать. Это распараллелить выполнение. На самом деле в ноде не так просто это сделать. Нужно форкать процессы, так как JS это однопоточный процесс, который делает все однопоточное, в этом его benefit. Но когда дело доходит до парализации, это становится не так просто. И нода не так хорошо развита для, грубо говоря, обработки и парализации всей информации, как это в Java. Соответственно, один из примеров, юзкейсов, в которых, например, node-developer может начать использовать Java и возможности Java. Это сделать распараллелизацию обработки. Соответственно, у нас есть простой пример, в котором мы используем Project Reactor. На самом деле мы можем это все дело сказать, окей, я хочу сделать параллел, обрабатывать это все дело параллельно для эффективности, для мощности. Потом это все обратно секвеншили собирать, то есть сделать какую-то тяжеловесную обработку в нескольких потоках, потом это все сагрегировать обратно и вернуть однопоточную в ноду, потому что сериал говорит, окей, теперь это будет точно такой же стрим, с такими же гарантиями, как и раньше. Соответственно, дальше что мне нужно сделать? На самом деле я зря закрыл свой терминал, это было слишком необдуманно. На самом деле я сейчас быстренько перейду Graal, точнее Workspace, Java, MX, и все так просто. Для того, чтобы запустить Graal.js, грубо говоря, для того, чтобы запустить возможности Graal запускать JavaScript, нужно воспользоваться дополнительным Graal.js проектом, то есть кому интересно, вот есть Graal.js, я его самостоятельно собрал, и дальше тут есть такой вот advice, как это все дело сбилдить, и мне нужно скопировать вот одну командочку. Очень важно, то есть я делаю вот так вот, делаю export.mx, теперь я захожу в Graal.js, захожу в Graal.js, и теперь Graal.js, да, прекрасно. Теперь то, что мне нужно запустить, вот такая вот непростая команда, я специально ее скопировал, это было правильное действие. Я надеюсь, сейчас я это разверну, и вам станет получше видно. Вот этот набор команд, которые я запускал. Теперь я беру, вставляю вот эту команду, и эта команда состоит из нескольких основных ключевых моментов. Я в свой classpass указываю несколько jar-ничков, то есть я указываю jar-ничек с Project Reactor, указываю jar-ничек с Reactive Stream спецификацией, потому что в ней есть интерфейсы, и дальше я добавляю в мой classpass мой сгенерированный сбилдженный практик, мой тест Java Library, который вы видели, и теперь я это все дело запускаю с ключевым слотом нод, и запусти эту ноду на JVM. И дальше ссылочка на мой Graal.js скриптец. Соответственно, мне нужно это все дело еще и дополнительно скомпилировать, то есть сейчас это мне нужно запустить дополнительную команду tsk, чтобы мой вот этот файлечек скомпилировался в JavaScript скрипт-репрезентацию, tsk, нет, все правильно я имел, все правильно я хотел сделать, я хотел npx, tsk. Все это дело скомпилировалось, и теперь я запускаю мой код, ага, не может найти, это очень важно. Теперь нужно указать еще, это все дело Java Export, Java Home, это явный признак того, что это все дело запускается на Java, и теперь я точно смогу это все добро запустить, и сейчас в логах мы увидим, как логи из Java запустились на ноде. И что тут произошло? Давайте вернемся к коду, к примеру кода, который я тут написал, и посмотрим, собственно, что я сделал. Я обратился через определенный интероп к моему Java объекту из JavaScript, создал данный объект, и сказал, что, собственно, все, что я хочу, это хочу взять, собственно, хочу вызвать вот этот метод. Понятное дело, что у меня есть интероп, я взял, сделал специальный адаптер между RxJS и, собственно, ProjectM Reactor для простоты, так как на текущий момент еще нету достаточно крутой библиотеки для JavaScript и возможности работать с реактивными стримами, но, тем не менее, я взял вот этот подход и написал следующий код, что я хочу взять пять элементов и, собственно, залогировать тех пять элементов, которые у меня взялись из Java. Собственно, вывод, мы получили, мы видели, как, собственно, я сделал реквест в 16 элементов, так как это достаточно простой способ просить батчами точно так же и, собственно, пришло четыре этих элемента, но так как все происходит асинхронно в нескольких тредах, то у меня успело сгенерироваться немного больше элементов, но, тем не менее, когда я отписался, этот сигнал где-то тут должен был промелькнуть, либо я сделал багу в коде. Суть в том, что у нас есть хороший, достаточно надежный, специфицированный интероп. Окей, давайте двигаться дальше и, на самом деле, следующий момент, в который мы движемся, это, в принципе, межсетевое взаимодействие и системы с 2000-х годов начали развиваться все больше и больше, начали ставать все круче и круче и теперь представьте, что если мы возьмем все тот же стандарт реактивных стримов и посадим его на сеть, говоря, на нетворк, или мы сделаем протокол. Собственно, это и было сделано в 2015 году. В Netflix эта разработка началась снова же с того же Netflix, потому что у них были все те же проблемы, как сделать эффективную передачу данных, но еще и контролировать правильно поток этих данных. Собственно, они сделали протокол, который назвали R-сокет. И суть этого протокола, что это в принципе все те же реактивные стримы, но они, грубо говоря, имплементированы на бинарном уровне. То есть теперь вся передача данных это бинарные фреймы, которые соответствуют логическим вызовам, вызовам методов request, on next, on error, on complete. Собственно, данная платформа и данный подход стал достаточно популярный, не настолько популярный, например, как JRPC, но тем не менее мы поговорим в следующем докладе о силе R-сокетов. И данный подход был портирован и сделан, на нескольких языковых платформах с абсолютно разными формами общения, но в формате реактивных стримов. Собственно, в этом и заключался весь бенефин, что и в этом заключается будущее реактивного подхода. Но снова же, давайте зададим все вопросы. Мы посмотрели на SyncAlight, посмотрели на то, что будет происходить, например, в Грале, и как мы сможем построить взаимодействие между несколькими языковыми платформами при помощи реактивных стримов. Мы увидели, как в принципе развиваются реактивные стримы на уровне коммуникации между микросервисами, но все-таки есть ли будущее? Для того, чтобы получить ответ, нам нужно обратиться к гусевому кубу или кубу гуся. На самом деле, этот куб нарисовал еще Эрик Мейер в 2012 году, и он описывает достаточно интересные вещи. То есть, у нас есть несколько граней. Достаточно хорошо видно этот куб. Если что, я могу сделать так, чтобы гуся не было видно. Но что тут у нас написано, это в принципе у нас есть грань скорости или latency, или velocity, как это в оригинале. И velocity заключается в том, что если нам не нужна скорость, то мы можем пулить. А если нам нужна скорость высокая, то нам нужно пушить данные. Понятное дело, что есть что-то посредине, это push-pull модель, но тем не менее. Второй момент или вторая грань это данные. Когда нам нужно обрабатывать большой поток данных, нам нужен соответствующий подход. Соответственно, когда нам нужна скорость и большие данные, мы видим, что пересекаются они в этом моменте или в этом угле. Когда нам нужны маленькие данные, нам, естественно, подойдет pull-модель. Если что-то посредине, нам нужно что-то смешанное. И последний момент это тип базы данных или тип источника данных. И понятное дело, что когда у нас касается дела определенных constraint-ов или взаимоотношения между нашими таблицами, то нам нужен primary key, foreign key, это обычная реляционная база данных. Но если мы хотим получить push-модель, обрабатывать большие данные и при этом с максимально быстрой скоростью, то нам нужен key value storage. Потенциально это, конечно, все меняется. И на текущий момент реляционные базы данных тоже становятся, двигаются в сторону стриминга. Кому интересно, я потом могу рассказать. Но что мы можем вынести отсюда? Понятное дело, что если нам нужен небольшой поток данных, то мы можем использовать async await. Естественно, если у нас данных немого и нагрузка небольшая, этот подход нам идеально подойдет. Если же мы хотим стримить большие данные с большой скоростью, то нам подойдет RxJava, потому что это простой push-подход. Просто пушим данные и дальше уже решаем последующие проблемы другим подходом. Но если мы хотим баланс между тем и тем, то тут как раз и появляются реактивные стримы. Собственно, данные о спецификации, которые позволяют нам регулировать все это дело вот так вот по диагонали. И когда нам нужен большой перформанс, мы, естественно, включаем определенный мод реактивных стримов. Когда нам нужна стабильность, мы тоже это можем легко при помощи того же подхода отрегулировать. Понятное дело, что уже выбирать это вам, конкретно подстраивать под свой код и под свое решение. Но тем не менее, вы, пользуясь данной таблицей, теперь знаете, как это сделать. Хорошо. Собственно, мы уже в конце. Давайте сделаем финальный итог. Эволюция реактивных стримов началась с давних в рядовен. Еще в 85-м году мы видим, появилось слово реактив. На самом деле, развитие, основной толчок это появление UI. И, собственно, из UI она дальше эмигрировала в интерпрайз приложение. Все это выродилось стандартно, целено на стабильные системы. Стандарт есть стандарт, работает на всех платформах, уже понимаем. Но, на самом деле, надо все это дело использовать с умом. И теперь пользуемся, грубо говоря, кубом гуся, для того, чтобы понять, а подойдет ли данное решение в вашем случае или нет. В принципе, на этом все. Всем спасибо. С вами был Гусь. И, если у вас остались вопросы, я с радостью на них отвечу. Не забывайте зафолвить меня на твиттере, и я там еще больше отвечу на все ваши вопросы. Давайте поблагодарим Олега. И схема такая, поднимаем руку, я даю микрофон, или Ваня дает микрофон, встаем, представляемся, задаем вопрос. Да, наверное, надо сказать, что в футболке зато будет разыгрываться. За лучшие вопросы, Олег потом назовет лучшие вопросы, мы разыгрываем. Вот такая футболка, да? Да, вот такая. В этот раз это будет дважды, то есть два доклада, и оба раза будут разыгрываться. А, ну, первый раз одна футболка, и второй раз одна футболка. Давайте, поехали. Все в шоке. Все есть хотят. Или все есть хотят. Еда тоже есть, не волнуйтесь, всем хватит. Олег, спасибо за доклад, привет. Меня зовут Семен. Начал активно пользоваться Project Reactor, и столкнулся с интересным таким моментом, обработка backpressure, от, ну, грубо говоря, на меня валится большой поток, несколько. Я хочу там один из них притормозить, причем жесткой блокировкой. Почему сразу не сделали blocking strategy? На самом деле, как бы, blocking strategy это не совсем правильная стратегия. Как бы, контролировать backpressure раньше можно было и при помощи блокировки. Давайте повторю вопрос, собственно, зачем. Почему блокировка является, вопрос заключался, почему нет блокировки? В первую очередь, потому что это все синхронно неблокирующий подход. Соответственно, недостаток блокирующего подхода заключается в том, что потоки стоят каких-то вещей, каких-то денег. Соответственно, когда у тебя безгранично потоков, как бы, Java, тридов, у тебя происходит абсолютно неэффективная конкурентность между всеми этими потоками за CPU, так как CPU не так много, как потоков. С другой стороны, когда ты их блокируешь, это накладные ресурсы на, говоря, context switching, то есть, с нашего CPU происходит очистка кэша и загружается кэш другого, говоря, другого треда для того, чтобы продолжить это все дело. Это все происходит на уровне, говоря, системного тред менеджера, если так можно сказать грубо. И это не так эффективно, если бы это были, например, грин-треды. То есть, в Java основная проблема, что вот если мы возьмем, заблокируем, то это либо мы, когда у нас лимитированное количество тредов, мы просто себе выстрелим в ногу, так как у нас минус один разработчик, а если это безграничное количество обработчиков или обработчиков, то вопрос заключается в том, а зачем мы использовали реактивные потоки? Основная идея реактивного потока, реактивных стримов и реактивного программирования заключается в том, что мы рассматриваем все как асинхронный поток данных. Соответственно, все, что мы делаем, мы точно так же асинхронно контролируем. Тут скорее вопрос, как ты делал вот этот бэкпражер, надо смотреть уже в код. Я вот так вот сразу ответить не могу, но мы можем это обсудить во время перерыва, пока что не кусок кода, я с радостью скажу, как можно решить эту проблему немного иначе. Потому что ее можно решить при помощи асинхронного контроля потока данных, вот собственно этого реквеста. Здравствуйте. Меня зовут Лидия. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос больше такой, наверное, по популярности и перформансу насколько вы оцениваете на будущее вот этот вот подход использования GVM в других языках и где он стоит на вашем кубе? Хорошо. На самом деле куб относился в основном к подходу к модели взаимодействия между... Давайте еще раз повторю вопросы, чтобы это было услышано для всех, кто нас онлайн слушает. Вопрос заключался в том, где собственно Граль Вем в этом подходе и в чем заключаются и банофиты использования Граль Вем. На самом деле Граль Вем он лежит где-то отдельно от этого куба. Тут скорее вопрос заключался в том, что какую платформу мы бы не использовали, если мы будем пулить данные. Это будет недостаточно эффективно и соответственно для того, чтобы достичь эффективности и low latency и обрабатывать большой поток данных, который будет помещаться в память. Собственно, это одна из симуляций, которая показывала. Нам нужно использовать пуш-подходы или стриминг-подходы. Что дает давайте отдельный ответ. Что дает Граль Вем? Граль Вем дает возможность применять в тех языках, где нету just-in-time компилятора. То есть just-in-time компилятор это возможно меня Ваня поправит. Это собственно оптимизация кода, оптимизация байт-кода в момент работы уже приложения. То есть у нас приложение раз скомпилилось, скомпилилось, а потом мы в рантайме поняли, что вот тут мы можем чуть-чуть соптимизировать, потому что вот эта переменная используется по одному. Потом мы можем сделать там инлайнинги, определенные L1, L2 фитинги, чтобы более эффективно использовать наши данные. Собственно, Граль и JVM платформа, так как она имеет это с самого начала, позволяет это делать над Java кодом. Но, например, в ноде такого нету, насколько я знаю. Есть ли в ноде just-in-time компилятор? Собственно, нет. Для этого и начали делать порт на JavaScript. Есть в Ruby, например, just-in-time компилятор? Нет. Это вообще интерпретируемый язык. Соответственно, возможность запускать вот такие языки дает performance прирост за счет того, что происходят агрессивные оптимизации во время рантайма, и мы получаем более быстрое приложение. Собственно, в этом и заключалась идея Граль. На самом деле, я не эксперт. Я на таком уровне не могу все досконально рассказать, потому, я думаю, можно спросить, например, Олега Шалаева или, например, того же Ваню о том, что это может дать, какой это прирост может дать. Да, можем это обсудить. Спасибо большое за доклад. Меня зовут Дмитрий. Два таких небольших вопроса. Первый касается того, что взаимодействие по подписке это больше взаимодействие в одну сторону. Предполагается ли в будущем может быть спецификация, но вообще в планах разработка двунаправленного взаимодействия бидирекшнл? И второй вопрос связан с тем, что получается сервер стримит данные на клиента, все хорошо, но например у нас много клиентов и все равно сервер на сервере для того, чтобы стримить ему данные тем же самым батчами, про которые вы говорили, нужно хранить информацию о коннекшене, там офсеты и так далее и тому подобное и тем самым на сервере мы можем получить на самом деле утечку памяти. Вот встречались ли вы с подобными кейсами, если да, то как их решать? На самом деле вопрос заключается в том, появится ли возможность двунаправленной подписки, собственно, если кратко объяснить, в чем проблема это в том, что подписчик может контролировать поток данных, но источник данных или продюсер может получить слишком много подписок и свалиться, правильно? Собственно, это основная проблематика. На самом деле, да, есть такая проблематика и мы поговорим дальше, как это, собственно, решается в Арсокетах. То есть у нас следующий доклад будет касаться Арсокетов как будущего межсетевой коммуникации и там данные подходы решаются достаточно элегантно и я расскажу как. Привет, меня зовут Алексей, у меня вот вопрос все-таки по теме доклада, да, потому что как-то все больше вошли в практику. То есть ты задаешься вопросом, есть ли будущее у реактивных стримов, да, и говоришь, что вот оно под угрозой, потому что в Котлине там саспент, там у всех авэйты, да, и вот как бы типа ответом, что у нас есть будущее, потому что есть спецификация в Джаве. Ну, спецификаций в Джаве было много, там JEM, мы помним, которое сейчас ругательное слово. И как бы не понял, то есть все-таки будущее или нет, или это все-таки временный был всплеск какой-то и все идут на авэйты, саспенды, и вот все такое. На самом деле, как бы ответ лежит вот в этом кубе. Оно имеет будущее в определенных областях. Понятное дело, там где у тебя нету данных, или их очень мало, и там где тебе не важна скорость ответа, то есть у тебя нету таких вот hard constraints или SLA по скорости отдачи данных, там тебе данный подход не выживет. То есть там будущего у него нету. Там нужно использовать то, что просто, соответственно, оно будет проще для бизнеса, для поддержки, оно будет проще для разработчиков, то есть меньше багов, и оно будет проще для бизнеса в целом. Меньше будем тратить денег. Но там, где вот дело касается вот больших данных, там, где дело касается хороших таких SLA с маленькими, с маленькой latency, вот там вот реактивные стримы собственно и имеют место, и там их нужно использовать. То есть когда у нас большая распределенная система, такие штуки решить при помощи простого синка вейта не получится, даже с комбинацией со синк-итератором. Вдобавок ко всему этому, данный подход еще будет достаточно долго развиваться, непонятно, когда мы получим все те же файберы в GVM. Соответственно, пройдет пяток лет, и вот за этот пяток лет реактивные стримы будут достаточно крутым решением для больших распределенных систем. Вот это мой ответ. То есть есть будущее, но в определенной области. Друзья, давайте последний вопрос и пойдем на перерыв. Олег, спасибо за доклад. Меня зовут Сергей. Вопрос такой. Есть ли какой-то эдематический подход? Вот я, допустим, использую стримы, реактивный или реактивный подход, в принципе. Как мне писать код, чтобы он был тестируемый, чтобы я смог написать много flat map, map, какую-то цепочку и протестировать это? Ну, из как бы из моего опыта лучше всего, то есть подходы как бы и советы, наверное, применяются такие же, как и в принципе советы из чистого кода. То есть писать достаточно, я до конца всех правил чистого кода не назову, конечно. Но с моей точки зрения, чтобы получить прозрачный чистый код, просто делать это все, разбивать на функциональные элементы небольшие, понятное дело, что если у тебя один метод и в нем полотно, говоря, flat map, map, это будет достаточно сложно протестировать, потому что там будет спрятана двадцатка behavior или более мелкофункциональных элементов. Соответственно, чтобы получить тестируемый код, надо разбивать все это по функциональным минимальным элементам и дальше это все юнит тестировать, ну и как бы дальше уже по пирамиде тестирования. Понятное дело, что юнит тестирования, оно в принципе хорошо покрывается и ты можешь, если ты разбил это все дело, грубо говоря, на маленькие кусочки, то есть ты в своей функции получаешь, например, паблишер и возвращаешь паблишер, то ты легко можешь в своем тесте симулировать любой паблишер, зная, какое должно быть поведение, соответственно, проверить, работает ли вот этот маленький кусочек с тем поведением, которое ты хочешь. Соответственно, дальше уже интеграционные тесты над куском сервиса или куском функциональной логики, соответственно, так оно в принципе неплохо тестируется. Это как минимум то, как мы делали при тестировании наших приложений. То есть мы пытались минимизировать количество вот этих функциональных трансформаций по методам, которые легко уже тестируются. Продолжение следует...